Состоялось очередное заседание Совета депутатов городского округа Люберцы. На нем был утвержден бюджет муниципалитета на 2018, 2019 и 2020 годы. Также депутатами был разработан план по реализации этих денежных средств. На этот раз заседание депутатов Люберецкого округа стало историческим. Впервые был принят консолидированный бюджет городского округа Люберцы. Планируемый объем доходов на 2018 год составит около 9,5 миллиардов рублей. При этом дефицит бюджета 440 миллионов. Помимо этого, глава отметил плюсы преобразования Люберец из района в округ. По его словам, это позволило высвободить около 270 миллионов рублей за счет экономии на управленческих расходах. У нас сегодня появилось 270 миллионов рублей, которые мы можем потратить на те нужды, которые востребованы на территории. Поэтому тоже должны знать, куда уйдут эти деньги. Много жалоб на территории – это дороги. Поэтому на дорожное хозяйство мы запланировали с этих денег 52 миллиона рублей. На благоустройство территорий – 10 миллионов рублей. 32 миллиона рублей будут направлены на социальную политику. Помимо этого, планируется выделить денежные средства на сферу культуры и образования. Также по многочисленным просьбам на следующий год предусмотрена реконструкция котельной и водозаборных узлов в поселке Малаховка. Далее был поднят вопрос об увеличении платы за капитальный ремонт для тех, кто снимает жилье по договорам социального найма Муниципального жилищного фонда. Таким образом, платы за наем с 1 января 2018 года ставят 9 рублей 7 копеек. То есть рост на 4,5% или 42 копейки к существующему периоду. Подводя итоги, глава округа поблагодарил присутствующих за проделанную работу и отметил, что только продолжая работать сообща, можно добиться еще более высоких показателей в работе. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.